Почему Ольга Васильевна начала, вот мне задает вопрос, почему Ольга Васильевна, какая кошка между вами пробежала? Сейчас расскажу, какая кошка пробежала. Кошка пробежала не между нами, а кошка пробежала в кошельке Ольги Васильевны, в дырявом пустом кошельке Ольги Васильевны. То есть вы что думаете, она пришла на Дом-2 бесплатно искать своего сына? Она не сына пришла искать, ей предложили 10 тысяч рублей, она за 10 тысяч рублей и дорогу оплатили. И за 10 тысяч рублей она готова была пойти куда угодно и говорить что угодно. До сих пор мне звонят редактора с разных каналов, куда им звонит Ольга Васильевна. И за деньги просится, чтобы вызвали меня. И я... с ней у нас была возня. Ну, мне она не нужна. То есть я не собираюсь давать, так сказать, реакцию. Я на шоу «Дом-2» немножко вспылил, потому что я просто охренел. Ольга Васильевна, которая кидалась целовать мне руки, и в день рождения вокруг нее был из всех ее родственников и друзей, которые сейчас ратуют за Ольгу Васильевну, на ее день рождения был только я и водил ее в ресторан. Но это же тоже ничего не значит. Я же мошенник, наверное, я специально водил Ольгу Васильевну в ресторан. А все любящие ее родственники тусовались кто где. Более того, более того, я охреневаю с Ольгой Васильевной, которая манипулирует смертельной болезнью своей дочери. Она еще где-то в июне месяце рассказала о том, что ее дочь, не знаю, правда или неправда, якобы смертельно больна. И у нее какое-то смертельное заболевание. Что ей нужны деньги на лечение. Ей нужны деньги на лечение. И ее нужно лечить, иначе она умрет. Вот. Ну, на что я ей сказал, Ольга Васильевна, у меня в Израиле, как я делал операцию, пришлите мне документы, я отошлю в Израиль абсолютно бесплатно, и мы сможем помочь вашей дочери. Ну, они, естественно, проигнорировали это. Вроде там все получило, вроде стало все хорошо. Как она говорит тому, что врали, бог его знает, я до сих пор не понимаю теперь уже Ольгу Васильевну, как, если у тебя дочь больна, а ты покупаешь себе трехкомнатную квартиру, а потом говоришь, что чую в плохой, вот меня обманул. Ну, бог его знает, кто кого обманул. Я вот все, все мне как-то жалко, думаю, ну бабушка взрослая, то есть думаю, ну где-то запуталась, понимаю, безденежье, нищенское существование, отсутствие желания детей помогать. Наверное, все-таки где-то внутри ее задолбило. Ну и все время не хотелось вот вступать в эти баталии. Ну и же бабушка это уже просто, ну, она уже просто заколебала. Момент по поводу кредита. Я поражаюсь, конечно, с этих всех ситуаций по поводу кредита. По поводу кредита на холодильнике, телефоны. Ну, только дебил может поверить Ольге Васильевне, что по ее словам я упрашивал ее взять кредит на телефон. Ольга Васильевна, которая последней бессоли доедает, и человек, который построил сначала три дома, теперь четыре дома. Ситуация была очень проста. Я строил дома, вкладывал деньги. И мне, я много, это не кредит был, это рассрочка. То есть, и мне невыгодно. То есть, ну, вы сами видите, я вам показал до этого. Вложения очень большие, стройку. И у меня, ну, не вижу смысла, если я могу взять беспроцентную рассрочку на что-то. Зачем мне сразу отдавать деньги? Я подошел к Ольге Васильевне. Ольге Васильевне был старый петушиный бэушный холодильник. И она хотела купить холодильник, не имея средств на холодильник. Я предложил, я говорю, давай возьмем... Вопрос, я буду платить. То есть, тебе 22 тысячи стоит холодильник. И ты будешь платить по 2 тысячи за свой холодильник. Без процентов, без ничего. То есть, я остальные буду платить. Да, хорошо, договорились. То есть, 4-ми 5 месяцев Ольга Васильевна платила за этот холодильник 10 тысяч. Потом, ну, как бы так, незаметно забыла. Забыла, думает, а, ну, ладно, что-то здоровье у нее там. Думаю, ну, ладно, Васильевна, все сообщения существуют, записанные на WhatsApp. Уплочено, нет, ни одного пропущенного платежа. Кроме последнего, я не знаю, заплатила она его, не заплатила. Если Ольга Васильевна говорит, что я машинник и аферист, а потом мне звонит и говорит, заплати за кредит. Подожди, я не понял. То есть, если ты меня считаешь машинником и аферистом, почему я должен выплачивать по твоему желанию так, как ты хочешь? Мы договорились с тобой, что я плачу его, ты платишь свою долю, я плачу свою долю. Так, давай платить. Ну, Васильевне очень хочется попасть на какой-нибудь шоу за деньги. Так я тебе официально заявляю, Васильевна, ты не попадешь ни на одно шоу. Я никуда не пойду больше. Я нигде. Последний раз я говорю про эту всю ситуацию и выложу телефонный разговор с Ольгой Васильевной. Я его специально записал уже давно и не хотел выкладывать после этого шоу. Но вижу, она не угоманивается. Придется выложить. Для дебилов. Почему я ору? Ору я просто, я охреневаю и недоумеваю. И ору я от того, что у меня внутри все бурлит. Я знаю, как есть на самом деле. Я знаю правду. И как многие мне, которые пишут по поводу того, жизнь бумеранг. Но если жизнь бумеранг, почему тогда, как типа ты поступаешь к людям, так они к тебе будут относиться. Почему если жизнь бумеранг, по вашим словам, у меня все нормально, а Ольге Васильевна в жизни жопа. Никто не задумывался, к кому возвращается этот бумеранг и за что. По поводу, когда мне Алиана говорит про мою болезнь, это я вообще поражен. То есть ты забыл Алиана про свою маму, когда она у тебя жила в царстве небесное в свинарнике. Алиана на самом деле это страшнейшая свинья. И Габозов снимал видео, когда он с ней ругался. Габозов снимал видео и показывал, что у Алианы не смытое дерьмо в туалете. Валяются везде волосы, вещи робика. Валяются в огромной пыльной куче с паутиной на стекле. Зато в инстаграме такая вся красота. Такая вся... Оу, о май гад. Это фейк. То есть это самый настоящий фейк. И более ужасного и более лицемерного человека я не встречал в своей жизни. Она приходила и жила в этот дом со своим всем барахлом. Каждый день к нам приезжала и еще с улыбкой с нами здоровалась. Вот. Я хочу повторить. Специально для всех. Вы можете считать меня кем угодно. Пока вы сидите и пишите мне. О, машинник, машинник. Ты обманул бабушку. Ты обманул еще кого-то. Ты обманул Марину. Я... Никого не обманывал. Все, как по вашим же словам, получают бумеранг. Тот бумеранг жизненный, о котором все вы говорите. Как ты относишься к людям, так ты и получаешь. Жизнь сама возвращает тебе этот бумеранг. Я не обманывал ни Марину Африкантову. Марина Африкантова заплатила за все, за то, что была должна мне. И, соответственно, мы с ней рассчитались. Ну, жизнь она такая, когда кажется, что ты можешь просто сесть на голову и только... И вы можете верить кому угодно. Но я сейчас выложу телефонный разговор. Не хотел его выкладывать. Сергею Васильевну, который мы записали, который буквально спустя один день изменялось лицемерно. И после эфира. Я думаю, ну ладно, бабуля. Че с ней воевать? Но это бабуля уже вот здесь. То есть вместе с своими алианами, вместе с этими женщинами-прокладками на носу. То есть все задолбали. Просто не то, что... Ну, хорошо. Будем тогда за счет них пиариться. Они хотят хайпа. Будем хайповать. Так, ну что, вот и дикий кураж нас. Ольга Васильевна сегодня день рождения. Я пригласил ее в ресторан. Мы в ресторане с Васильевной. Тигровые креветки. Сейчас они... Я их съем или они меня съедят? Васильевна хотела тигровых креветок. У меня вот такой салатик. Начинается кураж. Васильевна безалкогольный. У меня водяра. Только что вы посмотрели видео с день рождения Ольги Васильевны в этом году в Лермонду. Как вы видите, вокруг только ее родственники. Все самые близкие. Ее бывшая невестка, которая очень ратует за Ольгу Васильевну, Алианна. Ее сын рядом, ее дочь рядом. Они все радуются и рады, что у их мамы и свекрови день рождения, потому что они ее очень любят. И муж, все там. Ольга Васильевна сидит с аферистом, который ее обманул, и долбит креветки. Единственный вопрос, который ее интересует, не сожрут ли ее тигровые креветки, купленные на день рождения, единственным человеком, который пригласил ее в ресторан, аферистом Андреем Чуевым. Ну и пока готовится, как всегда, замечательное, восхитительное блюдо, вот здесь в духовке Викины шедевры. Мы продолжим наш роман. Роман «Тетектив». Сейчас вы увидите телефонный разговор с Ольгой Васильевной после эфира на «Доме-2», где она оправдывается за то, что ее подставили, что на самом деле она ничего не говорила. И это, друзья мои, только начало. Дальше, больше. Алло. Алло, Васильевна. Да, привет. Сначала успокойся, ничего страшного не происходит, ты сама себе понавыдумала, ты сама в очередной раз залезла туда, куда тебя хрена не просил, и теперь сама же расстраиваешься. Поэтому я хочу, чтобы сначала ты, в первую очередь, успокоилась. Договорились? Успокаивайся, успокаивайся. Выдыхай, успокаивайся. То есть так проблемы не решат. Ты же сама знаешь, слезами горе не поможешь. То есть и когда я тебе злою, что ты меня сбрасываешь? То есть я просто не понял, в какой момент произошла эта ситуация, что ты меня начала сбрасывать. То есть я за все это... Не, подожди. Я буду тебя тебе первым сентября посмотри. Вот и вопрос. Ты едешь на «Дом-2», у меня простой. Вот ты едешь на «Дом-2», ты можешь мне позвонить? Мы с тобой договаривались по поводу всех передач. Ты можешь мне... Я даже не знала, что ты там будешь. Они меня позвали, они меня позвали, что мы его найдем, мы с ним встретимся, раз он не хочет ни с кем встречаться. Подожди, ты до этого выложила пост, что я тебя обманул, Васильевна. Вот я просто вот этого не понимаю. То есть мы... Как вы слышите из разговора, Ольга Васильевна даже и не предполагала, что я там буду. Слушая минут пять до этого или десять, как я говорю в студии, и стоя там, когда выходишь в студию, люди стоят прямо перед самым входом в студию. Ольга Васильевна даже не предполагала, потому что десятка заплаченная ей за эту передачу, но что очень сильно подогревала нутрицо. Нет, нет, подожди, 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 а зачем ты это обманываешь? То есть, а то, что ты... Нет, нет, подожди, ты говоришь, ты говоришь. Вот теперь давай возвращаемся с тобой, сколько мы раз с тобой разговаривали по поводу дома, то есть по поводу его оформления, когда Саша отдавал квартиру, это... Ой, не квартиру, когда Саша... Подожди, подожди. Мне так плохо, давай вот это, на тебя не могу, я просто хочу с тобой рассчитаться, сколько я тебе должен. Нет, Васильевна, тебе плохо, вы подожди, вы наговорили Алиана, ты Алиану настрополила, чтобы она Алиана сидит там. Алиана сидит в Черно, она постоянно в Черно переписывала, в Черно, я все тут же доложила. Я с Алианой не общаюсь, а вот как сам все... Подожди, хорошо, Алиана, Алиана, мы должны, что я тебя обманул, что мы должны, что я тебе должен... Алиана, мало ли, что там Алиана наговорит, сейчас каждый будет все придумывать. Нет, хорошо, ты говорила Алиане, ты это Алиане говорила, ты лично что-то говорила Алиане, вот честно мне скажи. Честно, я ее когда позвонила и попросила, Алиан, не открывай от меня, может быть ты знаешь, где Саша. Он говорит, все, и в инстаграме его нет, 20-го его нет, вот, нигде его нет, ни один человек, знакомый, родный, Алан там всех на души поднял, всех друзей, всех знакомых, он нигде. Нет, я это все понимаю, Васильевна, получается такая ситуация, что ты мне говоришь, что я тебе еще раз спрошу, пожалуйста, успокойся, я помогу тебе, как всегда, я говорю, ты просто, просто успокойся. Я просто хочу тебе отдать. Да мне не нужны, Васильевна, мне не нужны твои деньги, ты мне, ты почему-то хочешь то, что ты хочешь. Еще раз тебе говорю, еще раз, послушай меня, я его плачу этот кредит и плачу, я его что, хоть раз не заплатил этот кредит, ты хочешь сказать? Нет, ты не платил, но мне еще год, Андрей, мне год держать свой телефон, это придите, я не могу, этот телефон у меня московская снимка. Хорошо, тебе не нужно телефон, тебе нужно пойти просто в этот, как его, я просто изменю телефон в этом, тебе не будет на телефон приходить ничего, все будет приходить мне, я поставлю свой телефон в этом, или ты пойди, тебе нужно один раз сказать, изменить нам, не держи телефон, ты вообще, ты про него вообще знать про этот, ты как про него ты не знала, так и не знаешь, то есть я плачу за него и плачу, какие проблемы? То есть это раз. Меня больше волнует, Васильевна, я просто еще раз говорю, ты говоришь, вот я не знала, ты пришла и говоришь на шоу про ту же Африкантову, мы с тобой вместе стояли прикалывались с этой ситуацией, и ты мне сидишь и говоришь. Мы не прикалывались, но вот как они выставили, что я-то вы, я разговор, что грязный молдаванин, тогда у вас был разговор, что кто-то Рома Моложий с Мариной, и я говорила, что Маринка надо сто раз позволила, что не пошла за тобой. Да, я понял, да. А то что мы, да, не грязный молдавашка, это ты уже говоришь про какого-то грязного молдавашки, там даже на шоу про это не говорили, она просто говорила, что мол, зачем мне нужен этот молдавашка-малолетка, это, ну, что, и что про маму, а с чего мы тогда с тобой смеялись, если она не говорила, с чего мы тогда с тобой смеялись, когда футбол снимали, То есть просто того, что она, мама сказала, тебе мама ее звонила по 350 раз в день, и ты мне говоришь, я с тобой, мы просто, понимаешь, Васильевна, у тебя получается, ты всех своих, всех своих недругов, то есть я до сих пор не пойму, то есть всех своих недругов, которые, я вот тебе то, что я тебе написал, тебя люди, к тебе люди, от тебя ноги вытирают, тебя, тебя люди обманывают, а ты мне говоришь, что я плохой человек. Почему-то, как я тебе... Не, не, Васильевна, ты... Не, а я хочу освободиться от лжи, то есть мне нахер не нужна, что эта вонючая Алианна сидит и чешет какую-то херню, ничего не зная. То есть ты, вот, ты хочешь сказать, что ты Алиане ничего не говорил, правильно? Алиана просто придумывает и говорит какую-то свою чушь. Без Саши, про меня, про меня ты говорила что-то? Да, я ей про тебя не говорила, она все вынесла с этого. Вот после стоп-шоу ей черно позвонила. Она, вот после черно, она мне, мне черно сообщила, вопрос, что это такое? Вот она мне пишет, что это такое? Я говорю, ничего не могу говорить. Хорошо, вот вопрос, 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 вопрос шоу тебе задал на шоу Кабоне, кто я тебе, друг или это? Ты говоришь? Ну, как вы видите, по словам Ольги Васильевны в предыдущих видео, Алиане она ничего не говорила. Алиане сказала черно что-то, которое вообще не в теме. И черно сказала что-то Алиане и две сквочницы, две женщины, которым, видать, делать нечего в своих отношениях, наверное, что-то не складывается. То есть нужно что-то придумать и обвинить меня информацией, которой нет. Вот так рождаются слухи и сплетни. Вот такие многие лохи, которые начинают услышали и потом начинают в это верить, просто услышали. То есть вы услышали от Алианы информацию. А что вы забыли, как Алиана ударила Ольгу Васильевну? Что вы забыли, как Ольга Васильевна до сих пор говорит, что Алиана лишила ее зрения? Как вы это все забываете? Как вы забыли, что Алиана унижала эту Ольгу Васильевну на протяжении всего времени? Проклинала ее. И тут вдруг все начали... И все вдруг начали слушать Алианну, что она что-то сказала. Начали мне писать, Андрей, какой ты ужасный человек. Люди, что, ну давайте, ну вот, хоть немножко в себя придите. Вот же вам Ольга Васильевна говорит. Никому ничего не говорила. Баба придумала. Особенно меня поражает больше всего, когда мне присылают видео, где Алиана говорит, что я очень завистливый. Я, конечно, ну какой угодно, но завидовать вашему ничему, вы у меня, простите, ну действительно нечему. Без Саши, про меня, про меня ты говорила что-то? Я ей про тебя не говорила, она все вынесла с этого. Вот после стоп-шоу ей Черно позвонила. Она, вот после Черно, она мне звонит, мне Черно сообщила, вопрос и она, что это такое. Вот она мне пишет, что это такое. Я говорю, не Черно, говорю. Хорошо, вот вопрос, вопрос, вопрос шоу тебе задал на шоу Кабонии. Кто я тебе, друг или это? Ты говоришь, вот если все нормально, ты мне сейчас только что говоришь, что я нормально. Ты мне решишь, вам решать. Так ты мне скажи, я тебе кто? Друг или хер пойми кто? Ты мне сейчас, ты мне сейчас скажи просто, ты мне. У тебя есть ко мне претензии конкретно? Я тебя обманул по-твоему? Не, а меня этот вопрос, меня этот вопрос интересует, меня этот вопрос. Объясняю, рассказываю, рассказываю тебе. Я тебе это говорил, ты 155 раз, когда мы еще жили в доме. Я, во-первых, ты же помнишь, сначала мы все вместе, и я в том числе, прописывались в первом доме. Помнишь? Да, потому что мы не могли оформить. Потом, когда началась эта ситуация, ты помнишь, когда Саша, ты ко мне приходил, и Саша говорил, и мы с тобой у меня сидели, и собирались видео записывать о том, что Саша платит за Иванку в институте, а у тебя денег не было. Помнишь эту ситуацию? Не, не, ты мне, Васильевна, я понимаю, и у меня голова болит. А у меня не только голова болит, у меня еще и душа болит, Васильевна. То есть я остался, то есть твой сын, подожди, твой сын, твой сын, твоя невестка бывшая, она его кидала, обманывали. То есть никто из них, тебя, ты мне сама жаловала с тобой все время, и я в итоге оказался самым крайним. Я не понимаю, почему тебя болит, а у меня, думаешь, не болит, думаешь, я себя нормально чувствую, это я за что получил, объясни мне. За то, что ты, ты приходишь на шоу. Подожди, Васильевна, я тебе еще раз говорю, я тебе еще раз говорю. Это ли, так я тебе говорю, успокойся, я тебя прошу, я прошу тебя успокоиться и выслушать, и выслушать. Нет, я прошу тебя успокоиться, Васильевна, слезами горя не поможешь, еще раз, еще раз говорю. Я все решу, все вопросы, все вопросы, только ты реши, давай мы решим наши вопросы, потому что мне, я не хочу решать вопросы, если ты считаешь, что я, этот, как его, я машинник, я тебя обману, вы все считаете, почему я должен входить в ваше положение, по-вашему, если я такой плохой, почему я должен входить в положение, Васильевна? Нет, послушай меня, мне тоже плохо, мне тоже плохо, еще раз тебе говорю, мне нехорошо от этого, меня ни за что, за что меня, за что меня ты казнишь, я не могу понять, ты меня за что казнишь, за то, что я с тобой на день рождения, вот у тебя ни одного человека из твоих родственников рядом не было, кроме меня, я с тобой ходил, выбирал квартиры, я с тобой сидел в ресторане, я не твой сын, я не твоя дочь, я не твой муж, я не твоя невестка, но был с тобой я все время, тебе ты разбила градусник, рядом был я, ты вызвала врача, у тебя давление, рядом опять был я, и разговаривал с этим врачом, и этого врача встречал, все время был рядом я, и ты мне за это говоришь, что я плохой человек, а это Васленша, которая кинула твоего сына на машину, которая ударила, и ты позволяешь это делать, и ты считаешь это нормальным, и ты считаешь, что мне от этого должно быть хорошо, и я не схожу от этого с ума? Васильевна, ты выложила пост, ты выложила пост, ты выложила пост, ты выложила пост, что я тебя обманул, что я тебе купил сарай, то есть как можно... Подожди, ты на шоу мне сказала, что я тебе купил квартиру хуже, чем у тебя была, Васильевна. Вот так, видите, как бывает на самом деле, когда касается, сразу становится плохо. Мне тоже плохо, мне тоже плохо от того, что когда хорошо относишься к людям, люди считают, что ты лох и пытаются проехаться на мне. На мне никто в этой жизни не будет ездить. И тот момент, когда кто-то только подумает проехаться на мне, в этот момент я уже крепко сижу у него на шее.